Брянская областная ассоциация промышленников и предпринимателей работает с 1991 года. Она же является региональным объединением работодателей. Члены организации вместе переживали непростые 90-е, когда прекратили свое существование многие предприятия. Сообща работают и сейчас в условиях международных санкций. И работают весьма успешно. Брянский машиностроительный завод, который выпускает тепловозы. И мы являемся единственными в России, которые выпускают линейные тепловозы. И тепловозы, где устанавливается американский двигатель. Тем не менее, уже год мы устанавливаем наш российский двигатель. И в этом году обещают запустить свой. По мощности такой же, как был американский. Еще один из примеров, это наш пилиал Московского эндокринного завода, который в прошлом году впервые здесь был реализован проект. Реализован проект по выращиванию опиумного мака, который позволил полностью на 100% нам закрыть потребность нашей страны. Всех безбаливающих лекарств, которые нужны для нашей страны. И вот этот проект по замещению лекарственных препаратов, он сегодня успешно реализуется на нашей Брянской земле. Несмотря на непростые пандемийные годы и западные санкции, региональная экономика растет из года в год. Только по прошлому году мы имеем почти 18% рост промышленности к уровню предыдущего года, а это более 395 миллиардов рублей. Я просто напомню, что забыл. У нас 8 лет назад весь ВВП Брянской области был 242 миллиарда. А сегодня у нас почти 400 миллиардов и только дает промышленность. И более 130 миллиардов рублей это сельское хозяйство, где также за прошлый год выросло производство почти на 11%. По результатам промышленного производства за 22-й год Брянская область достойно занимает первое место в Центральном федеральном округе и второе место в Российской Федерации. Добиться таких успехов было бы невозможно без грамотной политики областной власти по поддержке бизнеса. Разработаны действуют целый ряд инструментов, которые позволяют промышленникам и предпринимателям уверенно двигаться вперед. Бизнесом высоко оценивается такая мера поддержки, как мораторий на проверки и продление разрешительных документов и лицензий. В области эффективно действует региональный закон об инвестиционной деятельности в Брянской области. В 2022 году 31 предприятию области по инвестиционным проектам предоставлено право на получение господдержки в виде налоговых льгот. В условиях специальной военной операции особая роль отводится предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Госзаказ для армии постоянно растет. Федеральное правительство субсидирует техническое перевооружение производственных мощностей предприятий ОПК. Западные страны, вводя санкции, не скрывали своей цели уничтожения российской экономики. Но, как показывает жизнь, их усилия оказались напрасными. У нас с вами много проблем, но и большие возможности. То есть, большие возможности, чтобы те рынки, которые сегодня стали открытыми, свободными, чтобы их действительно заместить. И что строить, что выпускать продукцию, что в сельском хозяйстве. Мы должны заместить те рынки, которые сегодня у нас казались свободными. На собрании Ассоциации промышленников и предпринимателей избрали нового президента. Единогласно была поддержана кандидатура заместителя губернатора Бориса Грибанова. Пост генерального директора организации занял Олег Пархоменко. Александр Новиков, Анатолий Чикрыгин, Дмитрий Матеров, Брянск.